После бегства натовских солдат страна на грани гуманитарной катастрофы. Голод страшный. В магазинах продукты есть, но купить их не на что. Надежда только на помощь мирового сообщества. Россия на этой неделе отправила очередную партию гуманитарной помощи. Можно сказать, новогоднюю посылку. Из Кабула. Репортаж нашего обозревателя Дмитрия Барбыша. Летчики военно-транспортной авиации готовятся к посадке. Грузовой Ил-76 приземляется в аэропорту Кабула. Самолет загружен под завязку. Это уже третья партия гуманитарной помощи, которая направляет Россию в Афганистан после смены в стране правительства. В этих палетах все самое необходимое продовольствие, теплые вещи, медикаменты. Всего 36 тонн груза. В Кабул летят три самолета. В столице Афганистана эту помощь ждали. Встречать самолеты из Москвы приехали члены правительства Талибан. Организация, запрещенная решением ООН. Благодарю Российскую Федерацию, в частности Министерство обороны и МЧС, которые участвовали в доставке груза. Ближе к январю будет холодать и в этих условиях. И рис, и лекарства имеют жизненно важное значение. При новой власти внешний Кабул не изменился. Все тот же восточный колорит. Хадия, бывшая учительница, из школы ушла при новом правительстве. Оно запретило работать с женщинами вместе с мужчинами. Я пошла чистить обувь, когда моим детям нечего стало есть. У нас просто нет ни продуктов, ни денег. Некоторые вдовы являются единственными кормильцами своих семей. Новые власти должны разрешить женщинам работать. Дети в Афганистане работают наравне со взрослыми. Каждый день после школы Вариса откладывает в сторону учебники и берет сумку с хлебом, который печет его мать. Я продаю хлеб, чтобы заработать на жизнь, потому что мой отец потерял работу. Пока нет клиентов, мальчишки играют в футбол. Друг Вариса, Фархат, тоже помогает родителям. В день зарабатывает меньше доллара. Я учусь в пятом классе. Моя семья должна платить за квартиру и мы должны каждый день покупать еду. В этой кабульской больнице самому старшему пациенту нет и пяти. У всех детей диагноз один. Сильное истощение из-за голода. Большинство страдающих от недоедания пациентов привозят сюда из сельской местности. По мере того, как пойдет снег или станет холодно, их число только увеличится. Помочь народу Афганистана призвали лидеры СНГ. Начиная с ноября в Кабул, российские военные доставили 100 тонн гуманитарных грузов. По заверениям местных властей, продукты раздадут нуждающимся. Афганистану сейчас нужна любая помощь. Ситуация близка к гуманитарной катастрофе. Многие семьи вынуждены брать не туп-туп, потому что у них просто нет денег. Нестабильная ситуация добавила Сен-Сасуха. Она затронула 25 провинций из 34. У Амира Хана четверо детей, которых нужно кормить. Он научился ремонтировать автомобили одной рукой. Три года назад по его деревне американские самолеты нанесли авиаудар. Тогда погибли мои соседи, отец с сыном и еще два человека. Девять получили ранения, в том числе и я. Никто из нас не был членом Талибана. Для большинства жителей Афганистана заработать в день 2-3 доллара – большая удача. Смена власти в стране в первую очередь ударила по экономике. Она во многом зависела от иностранной помощи. Экономическая ситуация в стране остается сложной. В первую очередь потому, что США наложили незаконные санкции, заморозив активы, принадлежащие афганскому народу. Про Америку говорят повсюду. Шоссе Кабул-Кандагар называют дорогой смерти. Везде следы войны. В этой деревне почти не осталось целых домов. Мне некуда идти. Мой дом полностью разрушен. И мне приходится восстанавливать его в выходные дни. Не хватает материалов. Уезжают из Афганистана и сами афганцы. Их эвакуация – еще одна миссия российских ВКС в Кабуле. Обратно самолеты в Министерство обороны полетят не пустыми. С собой они заберут около 200 человек. Это россияне, граждане страну ДКБ и афганцы. У Амира в Кабуле осталась жена и дети. Выпускник Тверского государственного технического университета улетает, чтобы заработать на билеты для своих близких и забрать семью с собой в Россию. Ситуация, вы сами знаете, вообще плохо, работы нет, денег нет. Живут люди очень плохо. У каждого здесь своя история. Ахмед Халид хорошо говорит по-русски. В Москву улетит за знаниями. Лечу учиться, чтобы учиться и приехать обратно, строить отношения между Афганистаном и Россией. Откуда русский так хорошо знал? Также учился и помогал посольству Российской Федерации. Афганский народ хорошо помнит. Советский Союз здесь строил заводы и больницы, открывал школы. Теперь на помощь пришла Россия. Спасибо за помощь, Россия. Перед самолетом фото на память. Как признаются афганцы, они не знают, как дальше сложится их жизнь. Но все мечтают вернуться домой.